SCP-106. Старик. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Версия 11-6. Физические взаимодействия с SCP-106 запрещено при любых обстоятельствах. Разрешение на физические взаимодействия может быть дано только с согласия не менее 8 из 12 участников Совета О5 и только в исследовательских целях. Всем сотрудникам, научному персоналу, службе безопасности, классу D и т.д. следует соблюдать дистанцию в 20 метров от камеры содержания, кроме случаев санкционированного техобслуживания или проверок содержания. Камера содержания должна быть подвешена внутри вторичной камеры, причем минимальное расстояние от любой ее стены до стены первичной камеры содержания должно быть не менее 30 метров. Вторичная камера должна находиться под постоянным и всесторонним наблюдением, освещенной со всех сторон. Мусор и захламление вторичной камеры не допускается. Появление любых предметов, свидетельства движения или любой ненормальной активности во вторичной камере автоматически ведет к полной внутренней блокировке зоны. Блокировка снимается только после сигнала ситуации в норме, посланного администрации зоны. О появлении пятен, разъедания на внешней и внутренней камерах, сотрудниках и в любых местах зоны в пределах 200 метров от SCP-106 следует немедленно докладывать в службу безопасности зоны. Вещи и сотрудники, забранные SCP-106, автоматически считаются утерянными либо погибшими при исполнении долга. Попыток извлечения и спасения не следует предпринимать ни при каких обстоятельствах. Примечание. У SCP-106 нет состояния покоя. Любое уменьшение активности или проявление послушания со стороны SCP-106 следует считать обманным действием перед проявлением агрессии и воспринимать соответственно. Примечание. Условия содержания сняты из-за участившихся случаев нарушения. Особые условия содержания версия 11-7. Физические взаимодействия с SCP-106 запрещено при любых обстоятельствах. Разрешение на физическое взаимодействие может быть дано только согласие не менее 8 из 12 участников Совета О5, только в исследовательских целях. Всем сотрудникам, научному персоналу, службе безопасности класса D и т.д. Следует соблюдать дистанцию в 30 метров от камеры содержания. Подходить ближе допускается только по приказу отданному администраторам зоны. SCP-106 следует содержать в герметичном контейнере, состоящем из 16 слоев стали со свинцовым покрытием. Промежутки между слоями должны быть не менее 18 сантиметров. Количество опорных балок должно быть минимальным. Означенный контейнер должен быть погружен в текущую жидкость. Саму жидкость следует менять раз в двое суток и непрерывно осматривать контейнер на предмет появления разъедания. Обо всех признаках разъедания на поверхностях камер содержания, телах сотрудников и других местах зоны в пределах 200 метров от SCP-106 следует докладывать службе безопасности зоны. Вещи и сотрудники, забранные SCP-106, автоматически считаются утерянными либо погибшими при исполнении долга. Попыток извлечения или спасения не следует предпринимать ни при каких обстоятельствах. У SCP-106 нет состояния покоя. Любое уменьшение активности или проявление послушания со стороны SCP-106 следует считать обманным действием перед проявлением агрессии и воспринимать соответственно. Примечание. При наблюдении за SCP-106 была замечена некоторая задержка при переходе через свинец исходные материалы. Толщина слоя таких материалов, судя по всему, не имеет значения. Также следует отметить, что множество тонких слоев материалов замедляет SCP-106, поскольку ему приходится входить и выходить в каждый слой отдельно. Текущие жидкости также могут на некоторое время сбить SCP-106 с толку. Примечание. Условия содержания сняты из-за неоднократных случаев нарушения. Система движителей и насосов распространяла разъедание в ходе попытки нарушения условий содержания, что привело к множественным нарушениям структурной целостности и полному нарушению условий содержания. Особые условия содержания версия 11-8. Физические взаимодействия с SCP-106 запрещены при любых обстоятельствах. Разрешение на физическое взаимодействие может быть дано только с согласия не менее 8 из 12 участников Совета О5. Означенное взаимодействие следует проводить в зонах с максимальным уровнем безопасности AR-2 и только после эвакуации всех сотрудников, за исключением необходимых для функционирования зоны. Всем сотрудникам, научному персоналу, службе безопасности, классу, да и так далее, следует соблюдать дистанцию в 60 метров от камеры содержания. Подходить ближе допускается только в случае нарушения условий содержания. SCP-106 следует содержать герметичным контейнером, состоящим из 40 слоев стали со свинцовым покрытием. Промежутки между слоями должны быть не менее 36 см. Опорные балки следует устанавливать на неравных расстояниях друг от друга. Означенный контейнер должен удерживаться как минимум в 60 см от любой поверхности с помощью электромагнитного подвеса ELO-2D. Вторичная область содержания должна состоять из 16 сферических ячеек, заполненных различными жидкостями и случайным набором плоскостей и опор. Также она должна быть оснащена автоматической системой освещения, способной создать на всей территории вторичной области освещения силы светового потока в 80 тысяч люмен в случае срабатывания без участия людей. Обе области содержания должны находиться под круглосуточным наблюдением. Обо всех признаках разъедания на поверхности камер содержания, телах сотрудников и других местах зоны в пределах 200 метров от SCP-106 следует докладывать службе безопасности зоны. Вещи и сотрудники, забранные SCP-106, автоматически считаются утерянными либо погибшими при исполнении долга. Попыток извлечения и спасения не следует предпринимать ни при каких обстоятельствах. Примечание. В ходе исследований было установлено, что при столкновении с очень сложными конструкциями, лишенными закономерностей, SCP-106 путается. Вход и выход из таких конструкций осуществляется со значительной задержкой. Также была замечена неприязнь SCP-106 к ярким вспышкам света, направленным на него. Это не сопряжено с какими-либо повреждениями. В таких случаях SCP-106 уходит в свое карманное измерение, создавая себе проход на твердой поверхности. Выяснение этих слабостей, а также воздействие свинца и запутывание в жидкостях помогло снизить частоту случая побега на 43%. Также первичные камеры содержания показали свою эффективность в ходе инцидентов с применением протокола возврата 0. Наблюдение продолжается. Описание. SCP-106 выглядит как пожилой гуманоид на поздней стадии разложения. Внешность меняется от случая к случаю. Но свойства гнилости присущи любому облику. SCP-106 не особенно ловок и временами лежит без движения по нескольку дней, поджидая жертву. SCP-106 также может карабкаться по любой вертикальной поверхности и висеть вверх ногами сколь угодно долго. Излюбленная форма атаки SCP-106 в введении жертвы из строя путем повреждения жизненно важных органов, групп мышц и связок. После чего SCP-106 затягивает обездвиженную жертву в свое карманное измерение. Самое предпочтительное для SCP-106 жертвы – люди в возрасте от 10 до 25 лет. SCP-106 вызывает разъедание всех твердых поверхностей, к которым прикасается. Физическое разложение материала начинается через несколько секунд после первого прикосновения. Внешне это проявляется как ржавение, гниение и растрескивание материала. Также материал покрывается черной слизистой субстанцией, схожей с тем, что покрыт сам SCP-106. Это воздействие особенно губительно для живых организмов. Считается, что это подготовка пищи к пищеварению. Эффект длится в течение 6 часов после прикосновения, после чего затухает. SCP-106 способен проходить сквозь твердые тела, покрывая их при этом своей разлагающей слизью. Внутри твердых предметов SCP-106 может исчезать, уходя, согласно современным теориям, в свое карманное измерение. SCP-106 способен покинуть это измерение через любую поверхность, физически связанную с местом ухода. Например, ушел во внутреннюю стену комнаты, вернулся через внешнюю. Ушел в стену, вышел из потолка. Неизвестно, является ли это измерение местом происхождения SCP-106, либо же просто его логовом. Сведения об этом карманном измерении крайне скудны. Известно, что оно состоит в основном из залов и комнат. Данные удалены входом. Такие действия могут продолжаться несколько дней. Некоторых жертв SCP-106 отпускает с целью охоты и повторной поимки данные удалены. Приложение 106.01. О пересматривании условий содержания. В связи с исключительной сложностью содержания SCP-106, условия содержания следует пересматривать раз в три месяца, или сразу после нарушения объектом условий содержания. Физическое содержание невозможно, а нанесение физического вреда не оказывает на SCP-106 никакого воздействия. Нынешние условия содержания, сформулированные на пристальном наблюдении и быстром реагировании. Принятые ранее условия активного содержания были упразднены в связи с инцидентом. О поведении объекта. SCP-106 свойственны долгие периоды бездействия, во время которых он совершенно неподвижен. Они могут длиться до трех месяцев. Причина такого поведения неизвестна. На данный момент считается, что это тактика усыпления внимания. Из этого состояния SCP-106 мгновенно переходит в фазу активных действий, в ходе которых он атакует, похищает персонал и наносит значительный ущерб, как в своей камере содержания, так и в сей зоне. Протокол возврата данной удалены. Похоже, что SCP-106 охотится не ради пропитания, а ради прихоти. Во время фазы активных действий SCP-106 атакует и собирает много жертв, большинство из которых держат живыми в своем карманном измерении в течение длительного периода времени. Предельное число жертв, если таковое есть, не установлено. Число собранных SCP-106 жертв меняется от раза к разу. Карманное измерение SCP-106, похоже, доступно лишь ему самому. Устройства видеозаписи и передачи сигнала не теряют работоспособности в этом измерении, хотя качество записи и передаваемого сигнала очень сильно страдает. По некоторым сведениям, SCP-106 играет с пойманными жертвами, пользуясь полным контролем над пространством, временем и чувственным восприятием в пределах этого измерения. Похоже также, что SCP-106 данные удалены. Протокол возврата 03-105-1. В случае нарушения SCP-106 условий содержания для возврата объекта готовится один человек возрастом от 10 до 25 лет. В это время производится замена и восстановление поврежденной камеры содержания. После этого субъект приманка получает травму либо перелом длинной кости, такой как бедренное, либо перерезание важного сухожилия, например, ахилова. Затем субъект приманка помещается в подготовленную камеру содержания, а издаваемые им звуки транслируются по системе публичного оповещения зоны. Обычно SCP-106 устремляется к приманке примерно через 10-15 минут после того, как слышит его голос. В случае, если SCP-106 не отреагирует на первые звуки, субъекту приманки следует наносить новую травму раз в 20 минут, пока SCP-106 не отзовется. В наиболее тяжелых случаях нарушение условий содержания допускается применение нескольких приманок. Как правило, разделавшись с субъектом приманкой, SCP-106 входит в состояние бездействия. Вдобавок, жертвы могут данные удалены. Продолжение следует...